Подведены итоги сельскохозяйственного года. Для аграриев этот год выдался непростым. В 2020-й не раз проверял тружеников села на прочность. Собирать урожай пришлось вопреки погоде. Аномально теплая зима, весенние заморозки и засушливое лето, работа в условиях пандемии. Это была настоящая битва за урожай, которую славянские аграрии с успехом выдержали. Подводить итоги жатвы представители отрасли пригласили в районную администрацию, где застоялось чествование предовиков производства. Агропромышленный комплекс Славянского района – это более 20 крупных и средних сельхозпредприятий, а также 110 крестьянско-фермерских и свыше 24 тысяч личных подсобных хозяйств, в которых трудится около 3,5 тысяч человек, каждый из которых внес свой вклад в результаты окончания этого сельскохозяйственного года. В народе говорят, что легкого хлеба не бывает. В этом году он дался как никогда трудно. Но вопреки обстоятельствам и непогоде, славянским аграриям удалось собрать хороший урожай, которым можно гордиться. Год выдался сложным для аграриев. И это в первую очередь весенние заморозки возвратные, которые повлияли и на общий валовый сбор плодов в хозяйствах района, и маловодье при выращивании риса, и летняя засуха. Но, несмотря на это, в целом, хозяйствами района удалось собрать зерновых колоссовых зернобобов более 160 тысяч тонн, риса более 340 тысяч тонн. Урожайность, конечно, по сравнению с прошлым годом на 2 центнера ниже. То, что касается валового сбора плодов, у нас на сегодняшний день уборка закончена. Значит, валовый сбор составляет более 61 тысячи тонн. Добиться таких результатов удалось благодаря внедрению передовых технологий, использованию научного потенциала, постоянной государственной поддержки, ну и, конечно же, самоотверженности и трудолюбию славянских аграриев. Отметил в своем выступлении глава района Роман Синеговский, поздравивший тружеников села с окончанием сельскохозяйственного года. В этом году была битва за урожай. Не выращивали, а бились. Потому что в условиях пандемии, в условиях маловодья для рисоводов, для наших плодоводов, конечно, это была настоящая битва. Я хочу сказать всем спасибо. Мы достигли хороших результатов, какой-то рекордных результатов. Благодаря вашему труду, благодаря труду ваших рабочих, благодаря жителям славянского района. Передовикам производства, комбайнерам, жадчикам, водителям, поливальщикам, животноводам, дояркам, садоводам, руководителям хозяйств, одним словом, всем, кто внес свой вклад в урожай 2020 года, глава района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко вручили грамоты и денежные премии. В числе награжденных в этот день была поливальщица хозяйства Черноярковская Елена Абертас, получившая наивысшую урожайность риса – более 112 центнеров с гектара. Я работаю в своем хозяйстве 15 лет, работаю я свою, люблю. В этом году я получила, добилась урожая 112 центнеров с гектара, с каждого своего чека. У нас очень хороший коллектив, это не только моя заслуга, но и нашего всего коллектива. Среди коллективов предприятий на уборке зерновых, колоссовых и зернобобовых культур с площади свыше 500 гектаров, лучшим было названо хозяйство Черноярковское, получившее по 68,4 центнера с гектара. Не менее впечатляющие результаты в этом сельхозпредприятии по итогам уборки риса – 86,8 центнера с гектара. От районного отделения правсоюза агропромышленного комплекса хозяйству был вручен переходящий кубок имени героя социалистического труда Марии Барановой. Руководитель сельхозпредприятия Андрей Кулагин считает, эта победа – результат труда всего коллектива. Любая победа хозяйства – это в первую очередь заслуга всего коллектива, а не отдельного человека. То есть работа команды, она и дает такой результат. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу. То есть те, кто достиг наивысших результатов, это уже, скажем так, чемпионы, да. А тем не менее весь коллектив, он работал в том числе и для того, чтобы эти люди достигли таких результатов. То есть всем огромное спасибо. На торжественном мероприятии, посвященном окончанию сельскохозяйственного года, почетными грамотами и премиями были отмечены около 60 славянских аграриев. Двум труженикам села было присвоено почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Кубани. Анна Монастыренко, Игорь Ванчиков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова